Первое дело и ясность ума за сегодняшний день я переехал через горы и вышел в эфир, потому что прочитал еще один комментарий, и этот комментарий не в единичном экземпляре. Этот вопрос так или иначе беспокоит достаточно большое количество тех, кто слушает сейчас те передачи, которые я веду. И касается не только меня, а касается, конечно же, вопрошающих относительно себя. А вы, говорит, не боитесь, Владимир? Или, может, вам позволили говорить? Здесь в этом вопросе, в этом предложении два вопроса. И оба этих вопроса имеют, по сути, один ответ. Вам-то кто не дает говорить? Страх не дает говорить. Что боитесь? Боитесь того, что умрете в конечном итоге? Боитесь того, что какие-то сложности возникнут? Так сложности и так возникли уже. Что же тут удивляться-то? Они, эти сложности возникли, потому что все молчали. Боялись немножко. А теперь боятся еще больше. И поэтому, что теперь делать? Снимайте штаны. Вот, домолчались, можно сказать. И удивляться здесь совершенно нечего. Здесь есть один нюанс. Заключается он в том, что, когда вы вещаете, когда вы что-то рассказываете, рассказываете свое мнение, такое, какое оно есть. Не делайте ни из чего хайп. Не пытайтесь высказывать чье-то чужое мнение, с которым вы не согласны. И не надо никого ни в чем обвинять. Потому что те, кто сейчас занимаются вот этим геноцидом, они тоже правильное дело делают. Посмотрите вокруг. Если большинство или толпа соглашаются с собственным уничтожением, значит, их надо уничтожить. Чего тут не ясно? По-моему, все абсолютно ясно. Сейчас наступило время, когда молчащие рабы никому не нужны. Они стали лишними. Их можно утилизировать. Собственно, этим творец и занимается, используя руки тех, чьи способны это сделать. Это умы психопатов и руки идиотов. Их умами и руками творится, сотворяется все то, что происходит. Некоторым, конечно, удобно все это списывать на некоего дьявола, который как бы вне Бога, где-то там в сторонке курит. А Боженька, значит, ему там времени не хватает, пока там Боженька сидит, в носу ковыряет, а он там не видит, что делает этот рогатый дьявол. Он как бы сам по себе там тусуется. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Понимаете, да? Идиотизм тех, кто верит в Бога и дьявола, да, это, ну, что сказать, вы верьте дальше. Кто вам не дает-то? Пожалуйста. Но само определение Всевышний. По-моему, это ежам даже в пампасах вполне понятно. Вышний, все, Вышний, Выше нету, никого. Ну, нету. А тут идея о каком-то дьяволе, Иблисе, Чёрте, там, называйте его как угодно. Как хотите, так и называйте. Поэтому идея очень простая. Вот вы спрашиваете, говорит, не боитесь? Нет, не боюсь. Почему? По одной простой причине, потому что я готов умереть в любой момент. Смерти бессмысленно бояться. Ее как таковой не существует. Но люди, да, они болтают по этому поводу, там, бла-бла-бла, бла-бла-бла, но они не верят. Да, они, может быть, стараются поверить в это, но не верят. Поверить невозможно, надо знать. Абсолютно разные вещи. Знать и верить. Вера – это всегда сомнение. Какая бы у вас вера ни была, это всегда сомнение, потому что вы не знаете. А, соответственно, ваш ум говорит, дай-ка я, говорит, все верят, и я тоже поверю. Ну, а что, все верят, да. Ну, значит, наверное, так. Значит, надо поверить. Поэтому ответ на вопрос тех, кто задается вопросом, вы не боитесь. Нет, не боюсь. Я готов умереть прямо сейчас. Прямо сейчас. Пожалуйста. И если мы с вами посмотрим очень тщательно, то мы в этом мире, конечно, получаем какие-то удовольствия. Мы сюда приходим для того, чтобы исполнить волю Творца. За этим мы сюда приходим. А люди забыли. Зачем? Зачем мы сюда приходим, большинство просто забыло. Каждый приходит сюда исполнить волю Творца. Чего бояться? Где мы были до того, как мы родились? Мы были дома. Соответственно, после того, как мы функции физиологического аппарата заканчиваются, мы возвращаемся домой. Мы здесь проездом в этих телах. Эти тела, как транспортные средства в этой иллюзорной реальности, нам их выдали для того, чтобы мы здесь покувыркались на американских горках. Это офигеть, какое интересное мероприятие. Но когда поездка окончится, хрен ли беспокоиться-то по этому поводу. Зачем? Беспокойство нужно. Уже сейчас. Вы пришли на аттракцион. Здесь есть аттракцион. А вы уже беспокоитесь. Бессмысленное мероприятие. Поэтому, если вы чего-то боитесь, вы обязательно с этим сталкнетесь. Нам даны права по рождению, как в прошлом видео было сказано. Некоторые прекрасно это поняли. Так берите и пользуйтесь. Говорите, но никого не обвиняйте. Зачем конкретизировать не нужно? Абсолютно. Просто говорите то, что думаете. Обвинять кого-то там. Вася плохой там. Какой-нибудь там. Билл Гейтс плохой. Да не плохие они. Они такие, какие они есть. Их такими Боженька сделал. Кто такие, чтобы говорить о том, что Боженька что-то сделал плохо? Что-то сделал не так. А зачем тогда он сделал все это? Спрашивается. Страшно оставить в этом мире тех, кого приручили. А вы что, хозяин, что ли? Вы что, хозяин ваших детей? Что у вас эти самые домашние барсики, что ли? Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok